МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Авторы проекта – Татьяна Голевец, Тамара Калиберова и Наталья Дара. Здравствуйте! Здравствуйте! Прошло уже достаточно времени с момента открытия проекта. Тем не менее, я уверена, что эмоции еще живы. Продолжаются посещение активных мероприятий в рамках проекта. Поделитесь тем, как прошло открытие. Интересно, очень Ваши впечатления и эмоции. Оправдались ли Ваши ожидания? Изначально этот проект задумывался как показ. Это показ коллекции Наташи Дара. Но, знаете, показов сейчас в городе многое. Нам хотелось не просто сделать показ ради показа, а сделать нечто такое, после которого было бы такое, знаете, культурное послевкусие. И желательно связать это с Владивостоком, с его историей. Когда мы познакомились с Тамарой Николаевной, эта тема возникла, как бы сама собой очень было органично, за то, что Лариса Андерсон была модницей. Она была первой моделью русского Шанхая. Любила одеваться, любила наряды. И, в общем-то, Наташина коллекция, она как раз и вдохновлена была той эпохой, когда мы уже впоследствии прикоснулись к архивам Ларисы Андерсон, увидели ее наряды, мы поняли, что очень много общего в этих коллекциях. И решили объединить этот проект. Потом уже получилась фотовыставка, в которой объединились и платья Наташи, и раритетные украшения Ларисы Андерсон. Спасибо большое Игорю Егорову, фотохудожнику, который откликнулся на наше предложение, прочувствовал, безусловно, концепцию нашего проекта и, в общем-то, довел его до конца. Какие впечатления у нас о том событии, о нашем мероприятии? И, конечно, самые восторженные, мы не ожидали, что будет такая реакция, что придет более 300 человек на наш показ, в том числе и такие высокопоставленные лица, как консул Америки, например, который тоже очень лестно отозвался о нашем мероприятии. Но самое главное, мы поняли, что люди во Владивостоке соскучились по таким, знаете, наполненным, одухотворенным мероприятиям. Когда у нас закончился показ и прозвучала буквально последняя нотка нашего показа, и все модели, там предполагалось у нас, что вокзал, мы сделали такую инсталляцию из раритетных антикварных чемоданов, в этом нам помог Артур, частный коллекционер, и все мы стилизовали под вокзал. И даже звуковая дорожка у нас была тоже, собиралась из звуков старого вокзала, из голосов на вокзале, звучала и французская, и речи китайская, и русская. Мы вот старались передать эту атмосферу, когда люди покидали свою родину, когда им приходилось переезжать много-много раз, когда они мечтали вернуться на родину, но мечта не всегда это осуществлялось. Мы своим показом, своим проектом как будто бы вернули Ларису Андерсон во Владивосток. И у нас каждая модель потом проходила через подиум и возвращалась в комнату Ларисы Андерсон, где были выставлены ее наряды. Так вот, когда уже последняя модель ушла, и зрители аплодировали долго Наташе, создателю этой коллекции, в зале вдруг возникла тишина. Вот для меня это было самое большое потрясение и самый большой отклик о нашем мероприятии. То есть ни один человек не встал и не ушел с своего места. То есть все сидели просто застывшие и ждали еще чего-то. То есть я понимала, да, что это должны были быть уже дальше стихи, рассказы о Ларисе. Пришлось импровизировать уже по ходу этого мероприятия и рассказать о нашем проекте. Людям было на самом деле очень интересно все это знать. И у нас весь проект и сам показ, само мероприятие состояло из множества таких, знаете, деталей, которые были настоящими. Мы очень хотели передать вот эту настоящесть. У нас ничего не было искусственного. То есть и цветы, которые у нас на вокзальчике стояли, были настоящими. И у каждого гостя на стульчике лежала открытка рукотворной работы, в которой были впечатаны стихи Ларисы Андерсона. То есть каждый человек унес с собой эту открыточку домой, да, и там лежал опять-таки букет, собранный вручную, где был колосок пшеницы русской, где был эвкалипт, символ Азии, и лаванда, символ Франции. Вот такие вот детали. Я думаю, что каждый прочувствовал это вот по-своему, конечно же, да, но то, что осталось впечатление, остались эмоции, мы это поняли, когда мы стали уже по ходу проводить следующие мероприятия, и люди приходили и с показа, и тех, кто не был на показе. Всем было вот так очень интересно. Мы ещё обязательно вернёмся к проекту, а мне хочется немного, чтобы Вы рассказали о Ларисе Андерсоне. Я знаю, что Тамара Николаевна лично знакома была с ней. Давайте расскажем об этой чудесной и прекрасной женщине. Вы знаете, я хочу ещё начать с ответа на Ваш вопрос. Эмоции оставлены. Дело в том, что с Ларисой у нас была суждённая встреча. Я считаю, это суждённая встреча, потому что началось всё с того, что мы родились в один день, 25 февраля, мы родились практически в одном месте, в Хабаровске. Отцы у нас были Николай, и когда мы с ней ещё ближе познакомились, мы выяснили, что наши предки и с её стороны, и с моей стороны жили в городе Пружаны. А вторая суждённая встреча состоялась у меня вот с этими прекрасными, талантливыми, а главное, очень искренними, очень чистыми в помыслах моими авторами, соавторами, как здесь нас всех представляют, Татьяной и Натальей. Только благодаря вот этой суждённой встрече состоялся этот замечательный проект. Это очень красивый проект. И очень высокого звучания проект. Вот не зря люди замерли после показа. Это какая-то вот дырка в космос, как говорится. Мистика. Это открылся какой-то вот... Ларису очень многие называли ещё в её время канальным человеком. Имею в виду, что она пишет стихи, которые приходят из космоса. Так вот здесь вот это было ощущение, что мир замер вот на какое-то мгновение, и все не шелохнулись, когда закончился показ. И вот это было настолько сильное впечатление. Я согласна с Татьяной. У меня тоже это был какой-то тоже, наверное, миг счастья. Или то есть это потом только оцениваешь. Но это что-то было очень высокое и очень серьёзное. А Лариса покинула Владивосток 11-летней девочкой, гимназисткой. Сохранилась фотография того времени, где она снималась в фотоателье Подзорова. И она отправилась в своё пожизненное иммигрантское плавание. Она очень хотела вернуться во Владивосток, и особенно на остров Русский, где она провела два года своей жизни, где она научилась плавать, где она танцевала в лесу. Танец ветра, танец деревьев. Она навсегда влюбилась в эти наши места и очень мечтала вернуться. И она нередко просыпалась, когда мы уже стали работать с архивом, и говорила, вот я сегодня ночью проснулась, и я явственно ощущала аромат венеринных башмачков, вот этих цветов, маленькие орхидеи наши дикие, которые росли на Русском острове. И состоялось её возвращение в год, когда ей в этом году исполнилось 105 лет, со дня рождения. И тоже, наверное, это очень знаково. И ещё одно удивительное какое-то стечение или, так сказать, закольцованность сюжета нашей жизни, что ли. Когда я к ней добиралась, она жила в глубинке Франции, в городке Сан-Жу небольшом, но нужно было доехать сначала до станции. Станция называлась Перетурнак, что в переводе с французского означает «возвращение». И поэтому я просто вот счастлива, что этот проект состоялся, и он будет продолжать жить, и он будет развиваться планом «Кромадье». Но я думаю, Ларисе это бы тоже очень понравилось. Наталья, каковы были ваши эмоции, когда увидели, что эскизы практически на 100% совпадают совершенно непреднамеренно в вашей коллекции и то, что рисовала в своё время Лариса Андерсона? Эмоции были невероятные, мы не могли, в общем-то, поверить своим глазам, потому что над нашей коллекцией мы работали полгода. Некоторые вещи на момент знакомства с Тамарой уже были отшиты. Когда мы пришли в гости к Тамаре, и она стала нам с Татьяной показывать экскизы, непосредственно, которые Лариса делала сама карандашом, вручную, то был, в общем-то, элемент, который в точности повторял элемент на юбке, которая была уже готова. И мы с Татьяной попали в такую вот просто немая сцена, мы не могли понять, что это и как это. И на что Тамара сказала, что Лариса была очень канальным человеком, и, возможно, Наташенька, она залезла даже к вам в голову и что-то хочет нам сказать. Мистика никак иначе, мне кажется, столько совпадений, действительно. На самом деле в этом проекте было очень много мистических вещей, вот на грани. И, в общем-то, если бы люди это услышали со стороны, и кто далёк от таких вещей, возможно, нам бы даже не поверили во многих вещах. Но, слава Богу, мы совпали втроём, которые очень верим именно в энергетические вещи. Я думаю, всем очень интересно узнать, как создавался проект, сколько времени потребовалось, даже какие-то, может быть, технические моменты. Расскажите нам об этом. На самом деле, когда мы с Наташей, как я уже сказала, задумывали этот проект, хотелось сделать что-то такое весомое. Не просто мероприятие, на которое бы пришли люди, похлопали бы в конце. То есть показ, да, понятно, то есть как он делается. В общем-то, мы примерно знали, хотя нам, честно признаюсь, было страшновато за это браться вначале. Кто придёт, придут ли. Мы много раз передумывали, думали, возвращались к мысли, может быть, сделать нечто камерное, закрытое, как бы для тех, кто нас знает. Но потом, когда я этот момент прочувствовала по поводу коллекции Ларисы, ведь я просто проанализировала, что, например, выставка платьев Ларисы Андерсон, и когда стала копаться в интернете, то есть мне стало понятно, она максимум проходит один раз в год. То есть была в Афгусе, до этого приезжал Васильев, была в музее Арсеньева. И когда я стала у себя на страничке в Инстаграме писать, что мы скоро вот задумываем выставку, даже не показ, а просто я о выставке писала, я увидела, сколько много молодых людей стали мне отвечать, что «Ой, мы хотим, мы хотим попасть, потому что в том году мы не попали, мы не увидели её, и очень хотелось бы повторить, позовите нас, пожалуйста, когда вы это сделаете». И тут возникла идея сделать это именно так, чтобы объединить. Почему эти два мероприятия? Чтобы те люди, которые придут на показ, они увидели выставку, чтобы был информационный повод, опять-таки, больше привлечь людей к этой выставке. И третий момент — сделать это в особенном месте, в особенном. То есть, в общем-то, помещений в городе, в которых просто можно сделать показ, их масса. А так, чтобы осталась ещё и жила выставка, вот тут была такая задача, скажем, трудновыполнимая. Мы обратились в Приморскую картинную галерею к Алене Алексеевне Доценко. Она поддержала нашу идею, сказала, да, ещё пока до конца года Эрмитаж в нашем распоряжении, до реконструкции осталось ещё несколько месяцев, но вы успеваете, делайте. И когда мы зашли туда, мы поняли, что тут сам Бог велел это делать. Абсолютно согласна. Феноменальное здание просто с бешеной энергетикой. Абсолютно, да. Энергетика, это архитектура. Очень часто сейчас приезжают гости из Москвы, из Петербурга, тоже в восхищении просто фотографируют эту лепнину, да. Сама архитектура, конечно, потрясающие, эти лестницы. И вот таким образом, когда уже была определённость, что у нас всё-таки показ будет в Эрмитаже, мы вот поняли, насколько нам легче стало двигаться дальше, потому что мы всё же очень долго не могли понять, где мы будем. Татьяна, я вас немножечко перебила. Давайте продолжим. Говорили мы о подготовке чисто даже технической к проекту. Это очень интересно тоже, да? Было много мистики. Рассказывайте. Ну, самое главное, мы-то подключились к истории Ларисы, да, но так получалось, что поскольку на нас было ещё очень много технических, организационных моментов, поэтому я и не сразу вчиталась, да, в историю Ларисы. То есть я урывками, да, что-то читала, очень много про Янковских. Как-то так получилось, что вначале я о Янковских читала, а потом уже к Ларисе перешла. Но когда мы задумали снять промо-ролик нашего проекта, у меня под музыку родилась картинка «История девочки», да, сначала такой молоденькой, воздушной, мечтательной, которая катается на роликах именно по русскому острову. А затем уже она такая вся уже повзрослевшая, ей приходится расставаться, да, и она не знает, что её ждёт в будущем. Как бы два компонента этого видео. И когда встал вопрос, где снимать, часто мы с операторами спорим, да, режиссёр и оператор, где, 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 я говорю, именно на русском острове, именно там. Почему на русском? Давай вот набережная Цесаревича, тоже море, тоже небо, что тебе не хватает? Туда ехать, добираться, зачем это надо, да, как проще? Говорю, нет, именно на русском острове. Потом уже, когда всё было снято, с Тамарой разговариваем, и она говорит, господи, да, она же бегала босиком по этим лугам, по этим лесам, да, купалась именно там, на русском острове. Я тогда в тот момент этого не знала. Малориса, и к вам в голову что-то вложить. Да, правда, так интересно. Вот, а второй момент был, конечно, немножко такой курьёзный, да, что когда мы стали собирать выставку, мы поняли, что те манекены, которые мы своими силами кое-как у всех с миру по нитке собирали по городу, что они не все далеко подходят под Ларисами платья, потому что у неё была вот такая вот осиная талия, и вот одно платье, которое, например, в Авгуэсе вывешивалось, просто цеплялось булавками на манекен, потому что она не однолазила. В этот раз мы нашли манекен, спасибо Натали Занегиной, которая притащила его в своих руках, в зиму, в пургу, и мы, это платье прекрасное, оно такое, цвета фуксии, мы всё-таки его надели. То есть было много очень таких моментов, и на самом деле Наташа, она была задумка назвать коллекцию «Возвращение», и только потом лишь мы узнали, что вот столько совпадений, что, например, вторая конференция по русской иммиграции называлась «Владивосток. Возвращение». Понимаете? Как так? Потом приезжает граф Мусин Пушкин, опять «Возвращение». Будучи во Франции. Потом в конце уже Тамара сказала про эту станцию «Ритурнак», да? Которая тоже «Возвращение». Ну вот судите сами, вот так всё сложилось, как единый пазл. Тамара Николаевна, как много времени ушло у Вас на создание? Ну, я думаю, что у меня на создание этой коллекции ушло 15 лет. Именно такой отрезок времени благодаря судьбе и суждённой этой встрече мне посчастливилось быть знакомой с Ларисой Андерсоном. Она просила называть её только по имени. И я, конечно, здесь на выставке представлены наряды очень интересные. Есть подиумное платье, где она блистала в Шанхае. Она представляла два русских дома моды. Это Лидия Винокурова. Дом моды у неё назывался «Фемина». И дом «Моденвумен» Александры Грамолиной. Вот наряды есть и от Винокуровой, и от Грамолиной. И здесь их можно увидеть на выставке, пока она ещё продолжается. Есть свадебное платье Ларисина, когда она выходила замуж за своего второго мужа. Это был француз Морис Шес. Есть наряд из Парижа, сороковых годов, который подарила Лора-льбом «На короть», которая тоже была довольно известна в Харбине, в Шанхае. И, вы знаете, вот Татьяна говорит о курьёзах. Самое удивительное, что наша первая с ней встреча произошла в декабре 1997 года. И так получилось, опять же, в силу ряда обстоятельств, что я к ней приехала около семи вечера. Она меня встречала на станции «Ритурнак». Она стояла тоненькая, в замшевой цвета, винного цвета курточке, недалеко от своей машины «Пежо», в тон курточки, или курточки в тон «Пежо» машины. И у неё были такие ясные-ясные молодые глаза. И, вы знаете, как глаза действительно маленькой девочки, вот такие распахнутые. Жаль только, что эти глаза уже очень плохо видели. Но от них шёл какой-то свет. Это действительно из глубины глаз. И так получилось, что когда мы к ней приехали от станции, ещё надо было ехать около 10 минут, и зашли, у Ларисы в то время жило 10 кошек, она их обожала. И она сказала, «Знаете, я всё-таки сейчас должна приготовить ужин моим кошкам. А ужин и потом». Ну и пока она готовила ужин, отказавшись от моих услуг, я изучала этот дом, совершенно необыкновенный, населённый, китайскими картинами, ширмами, фантастическими вообще вещами, вазами удивительными, антикварной работой ещё из прошлых веков. А потом был ужин по-французски. А потом у нас, глянув на часы, сказала, «А, в половину десятого, вообще-то мне пора спать». А рано-рано утром мы должны были уезжать. К поезду я должна была уже уехать из Санжо. Такая была мимолетная встреча, которая потом вылилась вот в такой проект. И сначала-то вышла книга «Одна на мосту». Это первое было Ларисе на возвращение с её стихами, её воспоминаниями о китайских друзьях. А вот уже наряды, её стезя как танцовщицы характерные, потрясающие, интересные. И как одной из первых манекенщиц русского Китая, одной из ярких манекенщиц русского Китая. Вот это возвращение, вот этой всей красоты состоялось именно благодаря этому проекту. И я ещё хочу добавить, что Лариса мимо этого здания, где сегодня проходит выставка, она каждый день шла в гимназию. Первая гимназия цесаревича сейчас. Она вспоминала, что, говорит, «Я шла с полюцкой, потом сворачивала на сетландскую, заходила в кондитерскую, брала пирожное, которое на тайные деньги, которое давал ей папа, мама не разрешала, слишком много сладкого. И потом она шла в гимназию. Она могла идти по той стороне, где магазин Кунстальдерса, она могла идти по этой стороне, как ей нравилось. Поэтому вот эти стены и это место, они помнят её шаги. Я думаю. Потрясающе. Наталья, я тоже вас не могу не спросить, чуть подробнее рассказать о создании коллекции. Чудом. Наверное, напрямую вы не были изначально вдохновлены Ларисой. Но так получилось, что, наверное, всё-таки были. Где-то там. Отчасти, конечно, безусловно. Потому что, в общем-то, мои прямые источники вдохновения, это как раз-таки стиль аристократии, это изящество, элегантность, женственность. Ну, можно сказать, это классика. А классика, в общем-то, она всегда вечна. И я до ума по обращению люблю смотреть старые фотографии, старые книги. И те люди, которые, в общем-то, знают эту слабость, они всю мне эту литературу приносят. И над своей коллекцией, безусловно, это командная работа. Потому что многие спрашивают, ты сама шьёшь? Нет. Отвечаю на вопрос, что шью я не сама. В нашей команде немного, конечно, человек, но они такие достаточно все проверенные. Сама я делаю частично. Это ручная вышивка, то, что связано с ручной вышивкой. Потому что, в общем-то, в нашей коллекции всё, ну, только ручная вышивка. Мы принципиально не используем машинную. И метод наколки. Также то, что надо собрать на манекене, эти вещи тоже я делаю сама. Всё остальное, это, в общем-то, прерогативы моих мастеров. И над нашей коллекцией, которая вот «Возвращение N» называется, мы работали, в общем-то, полгода. И с Тамарой мы уже познакомились потом, позднее. И когда Тамара рассказывала о Ларисе, я, конечно, сидела и вот напитывалась, напитывалась эта информация. И у меня рождались какие-то тут же параллельно мысли, идеи, фантазии безумные. Тут же, конечно, родилась идея, как бы было хорошо объединить вот нашу коллекцию, наш показ. И разрешила бы Тамара, ну, позволила бы она объединить и выставку Ларисиных вещей. Но тогда это было всё-таки на уровне фантазий. И как раз в тот день, когда мы познакомились с Тамарой, Тамара была не одна. Она приехала вместе с француженкой Николь, которая тоже была лично знакома с Ларисой. И мы собирались в нашей студии, где были представлены вещи из моей предыдущей коллекции. И когда Тамара с Николь подошли к этим вещам, и они сказали, а помнишь, вот у Ларисы было такое же платье. И для меня это была, знаете, такая вот самая большая похвала в моей жизни, которую мне когда-либо кто-то делал. Человек, который был лично, два человека, да, которые были лично знакомы с Ларисой. И на тот момент я поняла, что, ну, наверное, я чувствую этот стиль. Вот именно. Всё не зря, да? В такие моменты действительно приходит осознание. Да. Действительно. Ну, кстати, мы все сейчас находимся в одежде Наташи. Наташи. Потрясающе. Очень элегантно. Вот эта вот ручная вышивка вот на этом смокинге. Вино, опять же, как машины. Да, да. А вот это платье, о котором она сейчас только говорила, а шаль, подаренная мне Ларисой. И поэтому вот всё действительно тоже очень, очень не просто так. Не случайная случайность. Да, и в общем-то потом Тамара уехала на три месяца. И все эти три месяца в моей голове вот были, как у творческого человека, на уровне фантазии. Я много фантазировала. Я прям видела вот эту конечную картинку, как оно должно быть. Потом Татьяне, я говорю, Тань, как ты думаешь, это не совсем такое на грани безумства, если мы Тамаре сделаем такое предложение. Какие-то вот незнакомые девочки там, да, подойдут к Тамаре и скажут, они хотели бы сделать выставку Ларисиных вещей. Но мы всё-таки взяли такую на себя смелость и сделали такое предложение Тамаре, на что спасибо ей, конечно, огромное. Она позволила нам это сделать. Это девушка моим любимым спасибо огромное за то, что они сделали такое предложение, как можно было от него отказаться. Великая радость его приняла. Чем больше людей будут знакомиться с коллекцией Ларисы и чем больше людей, так сказать, будет эта коллекция вдохновлять, от этого только наш город ставит краше и красивее. Самое главное говорить о Ларисе, потому что многие говорят об Элеоноре Прей, да, и как только звучит это имя, все и покажут и памятник вам, и покажут там комнату в музее Арсеньева, да, мне стало, например, меня очень задело именно вот этот, вот этот момент, что как же так, Элеонору мы знаем, чтим, да, она, безусловно, молодец, да, то есть, скажем так, блогер, да, той современности, первый блогер, который просто в своих письмах, в своих дневниках описывал жизнь Владивосток, это, конечно, очень ценно, это очень ценно, и спасибо ей большое, да, и спасибо тем людям, которые тоже обратили на это внимание и увековечили этот момент, вот, а наша миссия все-таки, чтобы дети читали эти стихи, чтобы имя Ларис Андерсон звучало, ведь ее поэзией восхищался сам Александр Вертинский, он ее боготворил буквально, потому что он говорил, что это очень скупой поэт, то есть здесь нет междострочной воды, то есть здесь каждое слово выверено на вес золота, это действительно так, вы сами, когда возьмете эту книгу в руки, вы это почувствуете сразу, вот, поэтому миссия нашего проекта, это, чтобы Лариса, имя ее звучало, это первое, вторая наша задача, и сейчас мы сегодня прямо приступаем уже к этому, это создание, издание каталога Ларисы Андерсон, вот сегодня мы уже начинаем фотографировать платья, пользуясь тем, что они на манекенах, они прекрасно выставлены, мы их отпаривали со всей душой, приводили в порядок, вот, третий этап, это, конечно же, создание некого, возможно, историко-культурного центра Ларисы Андерсон, да, чтобы это был не просто музей или комнатка где-то в музее, а нам хотелось бы, чтобы это очень было живое пространство, чтобы были выставлены вещи, да, желательно в туристическом маршруте, да, чтобы люди, как можно больше людей могли их видеть всегда, вот, и на другой площадке рядышком, чтобы это были какие-то мастер-классы для молодёжи, образовательные программы, возможно, поэтические вечера, чтобы вот хочется, чтобы наш проект жил вот такой вот регулярной жизнью, да, ежегодной, может быть, ежегодные какие-то мероприятия, которые были посвящены ей, потому что на самом деле Лариса Андерсон, она неисчерпаема, эта тема, она ведь занималась и йогой, и танцами, да, она много путешествовала, обожала и Японию, и Индию, и была и в Сайгоне, и в Джибути, да, то есть тут можно, в общем-то, привязываться и черпать отсюда вдохновение для тем. Я хочу вам предложить, к сожалению, просто уже пора заканчивать, время даже уже вышло, и хочу вам предложить прийти ещё раз, может быть, в день рождения Ларисы и рассказать ещё об этой замечательной женщине отдельно, и почитать стихи, и почитать стихи. Вот официально перед телезрителем сейчас делаю вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Последняя просьба, Татьяна, пригласите сейчас телезрителей, ведь ещё не поздно прийти и посетить проект «Узращение». Да, выставка будет длиться до 27 ноября, но перед закрытием выставки мы сделаем ещё два мероприятия. 25 ноября у нас будет вечер стихов Лариса Андерсон и романцев Вертинского. Их будет читать стихи Елена Санина, актриса театра Горького, романцы в исполнении Александры Лосинской, причём под гитару. Будет очень-очень волшебно, потому что мы уже делали такой вечер ещё месяц назад, и это было изумительно. И маленький мини-дефиле из коллекции Наташи Дара. Будет очень здорово. Естественно, будет Тамара рассказывать о своём знакомстве с Ларисой. Мы уже проводили такой подобный вечер, и люди и плакали, и были расчувствованы невероятно, и просили ещё продолжения. И 26 числа я приглашаю тех, кто сопричастен к моде, кто занимается дизайном модной одежды, потому что это будет заключительный мастер-класс от команды студии Наташи Дары. Добро пожаловать. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Ждём вас ещё в ближайшее время. Поговорим о Ларисе Андерсоне, о замечательной женщине. Спасибо вам, что обожрали. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова